Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ 12 часов 3 минуты московское время. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина и наши гости. Долгожданная гость. Друзья, у нас сегодня в студии находится независимый финансовый консультант, генеральный директор компании «Имкварта» Наталья Смирнова. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Привет, привет. Вы уже такой известный человек, который проводит ликбез, как приумножить свои финансы, как вообще обращаться с деньгами, потому что в школе нам, к сожалению, такого не преподавали, в институтах тоже. Но поскольку вы пришли к нам в гости в программу «Наука и технологии», мы решили поинтересоваться, какие вообще есть сейчас, ну что ли, инновации в этой сфере. Вот что такого принципиально нового есть в нашей стране и в мире в финансовом секторе? Я бы разделила этот вопрос на два. Первый — это, ну скажем, инфраструктурные моменты, а второй — это с точки зрения инвестиций для личного капитала. Вот если говорить про инфраструктурные моменты, то у нас сейчас, можно сказать так, роботы создают основную движуху. Смысл в следующем. Ну, естественно, что роботы, они призваны у нас облегчать нашу с вами жизнь каждый день, каждый момент, каждый час, каждую секунду. И теперь для того, чтобы управлять своими финансами, нам могут помогать роботы. Ну, условно говоря, теперь можно не заморачиваться с Excel, с блокнотиками, с ручками, с карандашами, чтобы записывать все тетрады. Если вы платите банковской картой за что бы то ни было, то у вас, как правило, большинство банков теперь устроен онлайн такой робот-финансовый помощник. Вы заходите в свой онлайн-банк с телефона или с компьютера, как удобно, и он у вас рисует такой пай-чарт, то есть круговую диаграмму, на что у вас ушли деньги. Это диаграмма расходов. Да, там еда, всякая там магазина. Да, 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 да. И это автоматическая классификация. То есть это не вы вводите, а это автоматически происходит, на что вы тратите деньги. То же самое идет в отношении доходов. Ну, у кого-то это 100% зарплата, у кого-то это там подработка 1, подработка 2, у кого-то что-то еще. Иными словами, теперь на это тратить деньги и силы, и время не надо. Все за вас делает, естественно, робот, но это робот-банка. То есть в данном случае, если у вас одна карта, это поможет. Если у вас несколько, то надо в каждый заходить, и тогда вам может пригодиться агрегатор. У нас есть программы-агрегаторы. То есть когда вы регистрируете в специальной программе, вы устанавливаете этот интерфейс у себя на телефон или на компьютер, и туда же подгружаете все ваши карточки из разных-разных банков. Пока это работает только на российские банки. И они вам сами агрегируют все данные из ваших карт, и вам рисуют такую пай-чарт-диаграмму уже из всех-всех-всех карточек. И помогает построить на основании прошлых данных, как вы будете тратить дальше, хватит, не хватит. Помогает вам графически посмотреть и построить, приближаетесь ли вы к вашим финансовым целям или нет. И все это делается тоже автоматически. Это вот первый вариант. Есть еще другое, более продвинутое. Ну потому что это, по сути, свой автоматизированный учет. Да, красивенько, да, здорово, да, замечательно, прикольненько. Няшно, да, вот няшно. Заходишь, вот няш-мяш, понимаешь, что вот няшно. Ой, как красивенько, вот это подсвечивается, это еще как-то подсвечивается. Но это, ну скажем так, не совсем помогает приумножить. Потому что я из тех, кто когда-либо ко мне приходил и показывал мне, вот мои траты, чаще всего я говорю, и что вы с этим делаетесь? Я вообще предпочитаю туда не смотреть, чтобы не расстраиваться. То есть, с одной стороны, красивенько, но с другой стороны, о, ужас, и все, сложили. Да, я слепую. Окей, то есть, вот пока это работает так, в основном. Просто индикатор такой. То есть, так, о, боже, все, закрыл все к чертям и забыл. Как-то оно исправится само, само. Да, да, да. Как-то само, Валь. Да, да, да. А есть другая история, это когда роботы уже на страже наших финансов и заменяют, кстати, финансовых консультантов. И здесь я не вижу конкуренции, но я объясню, что это такое. Наташенька, мы это сделаем чуть позже, пока роботы все подключатся, они тоже послушают. Мы, друзья, чуть-чуть позже продолжим. Оставайтесь в компании «Страна.ФМ». Наука и технологии на телерадиоканале «Страна.ФМ». Наталья Смирнова в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Независимый финансовый эксперт. Мы говорим, друзья, о том, что будущее уже наступило, что роботы помогают нам. И, собственно, что же они делают? Расскажи, пожалуйста. Ну, роботы у нас теперь еще и заменяют финансовых советников. Вот. Да. И делается это следующим образом. Одними же дометиями уже. Ох, ах. Ох, да. Вау. И прочее разное. Значит, теперь можно сделать так. Раньше это можно было делать только в продвинутых странах, например, в Америке, в Великобритании. Сейчас это и у нас тоже можно сделать. Человек, который где-то уже прочитал, что есть такое понятие, как инвестиции, но не знает, с чего начать. То есть акции, облигации, как это выбрать, вообще ничего не понятно. А хочет начать с небольшой суммы, то есть на какую-то полноценную доверительное управление у него нет капитала, или даже если есть, но он не очень готов это все отдать одной компании, хочет попробовать. Есть такое понятие, как робо-эдвайзер. Робот, ну робот. Эдвайзер-советник. То есть, соответственно, роботизированный консультант, роботизированный советник. Смысл? Человек регистрируется на специальном сайте и проходит анкету инвестиционного профилирования. То есть он там пишет, какие у него цели, на какой срок, какая сумма, какая валюта, на какой риск готов, какая ожидаемая доходность его интересует, ну и так далее. И ему робот автоматом подбирает стратегию из определенных финансовых инструментов, и человеку остается только туда, собственно, занести деньги онлайн, ему автоматически открывается брокерский счет у того брокера, где у этого финансового советника автоматического есть соглашение. И, в общем-то, этими деньгами робот автоматически управляет на основании того риска, который ему был задан. И в какие-то моменты говорит там, товарищ, тебе нужно продать вот это. И человек туда кликает, окей, автоматом продает. Продаем, нет. Дай команду, да? Да, там, я советую сейчас продать там Сбербанк, продаем, я советую тебе купить Лукойл, покупаем, или там отклонить. И вот это получается такой вот онлайн-советчик, советник, не важно, как это назвать. И это действительно робот. Специальные программы, конечно, алгоритмы пишутся людьми, но это доступно для весьма небольших сумм, и это, по сути, такая рука помощи для тех, кто не знает, с чего начать. Для него это делает машина, и это получается дешево. Многие мне спрашивают, а ты не боишься, что тебя заменят? Ничего я не боюсь, потому что простые вопросы. И я рада, что с меня снимут. Я не буду миллиону людей говорить, сейчас мы продаем Сбербанк, сейчас мы продаем там магниты, еще кого-то. А сложные вопросы робот не решит, поэтому своих клиентов я не лишусь. А здесь, наоборот, я помогу большему количеству людей, если скажу, ребят, я не нужна здесь, идите к роботам. Как к роботам прийти? Кратчайший путь в интернете набрать? Робоэдвайзинг? Можно сказать, робоэдвайзер. А как понять, кому довериться, кому нет? На нашем рынке все очень просто. Их буквально три штуки или четыре. И стратегии аналогичные. То есть бренд просто разный, но стратегии похожие. Поэтому мы не Америка, где робоэдвайзеров миллионы. Мы и Россия, и нам здесь в этом смысле повезло. У нас есть примеры финансовый автопилот, например. И я не считаю это рекламой, потому что внутренности его постоянно меняются. Это не какая-то конкретная компания, постоянно у вас будет в портфеле. Это разные компании. И это получается вполне доступный способ для обычных рядовых граждан с помощью высоких технологий приблизиться к миру инвестиций и получить вот такого помощника, с которым рука об руку они будут идти к финансовым царям. Да, тут нужно понять, какая у нас цель. Мы хотим донести людям, дать какие-то рекомендации, советы, инструменты, чтобы деньги, которые у вас есть, не просто лежали, ничего не приносили, а как-то крутились, то мало-мальски, потому что благо люди некоторые кладут хотя бы там, есть у них депозиты, но маленький процент сейчас очень можно это все приумножать, приумножать, приумножать. Безусловно, но опять же мы не ставим знак равно между робо-эдвайзером и высоким риском. Вы какой риск выберете, такой вам робот и сделает. Вы хотите консервативно, вам он будет только самый спокойный инструмент подбирать. Да, доходности там в 30, в 50-60 годовых не будет, но это будет поинтереснее, чем по банковским вкладам. А если, ну там, условно, вы хотите разгуляться и готовы на риск, то там потенциально может быть и 20 годовых, и 30, и 40. Конечно, рискованно, но кто же вам говорит, что обязательно все деньги в одну стратегию. Хотите, там, на часть автопилот консервативный, на часть автопилот агрессивный. Это же все позволяет, и это все доступно с весьма малых сумм, поэтому здесь вопрос просто попробовать и говорить, что это все сложно, ну, камон. Друзья, пока вы пробуйте, у нас сейчас музыкальная пауза, после которой мы вернемся. «Наука и технологии» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Наталья Смирнова в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». С ней мы видим финансовый космос, без нее мы как будто слепые котята. Да, друзья. Независимый финансовый консультант. 909-928-189-9, вотсап, вайбер, смс. У нас есть такие вопросы к вам. Как относитесь к кредитам, к ипотекам? Интересно ваше экспертное мнение, написал нам Стас. Скажем так, я неплохо отношусь к ипотеке и к кредитам, если это обосновано. То есть есть варианты, когда, ну, например, если вы выбираете сдавать, снимать точнее, или взять в ипотеку. Если платежи примерно сопоставимы, а вы понимаете, что вы будете жить в этой стране, и вы там выбрали примерно город и район, то тогда ипотека очевидно интереснее, потому что на выходе у вас будет конкретный актив, а в случае из... вы понимаете, что вам нужна эта квартира, и вы поняли, где вы хотите жить, и вы понимаете, что за страна, в которой вы хотите жить. То есть это вот надолго. Да, это тогда однозначно я за. Это первый момент. По кредиту. Но есть кредиты, которые я тоже могу понять. Например, автокредит. Особенно если это льготный кредит, либо с господдержкой, либо это льготные кредиты местных банков, местных автопроизводителей, которые поддерживают свою марку и предлагают взять кредит, если у вас нормальный первоначальный взнос, ну там под 6, под 7, под 8 процентов. И если у вас даже есть деньги на всю машину, я понимаю, что мне проще взять кредит под 8, а деньги вложить под 11, вложить куда-нибудь в инвестиционные инструменты и на них зарабатывать больше, чем морозить их в машине. Но если мы говорим про автокредит какие-то космические, там 15-14 годовых, то в моем понимании мне кажется, что проще накопить. Если мы говорим про потреб кредиты, то то, что я никогда не пойму, это кредиты на отпуск, кредиты на ремонт. Ну черт возьми, в конце концов, ну вы ездите в отпуск каждый год. Неужели сложно спланировать, что через год вы тоже туда поедете? И если вы тратите на отпуск 120 тысяч, например, если по чуть-чуть, по 120 разделить на 12 месяцев, по 10 тысяч в месяц откладывать, о чудо, космос, у вас через год будет ровно сумма, к которой вы заходите. А не то, что вы съездили в отпуск, до зарплаты еще надо дожить, а у вас уже пошел счетчик. Да, опаньки, и вы должны платить по кредиту. Но так же на ремонт, да? Лет пять, да? На ремонт берете кредит. На ремонт тоже. Ремонт получается у вас вечный во всех смыслах этого слова. И золотой тоже во всех смыслах этого слова. И финансово, да, и в процессе. Поэтому я за разумный подход и кредитов в том числе. Хорошо, вот спасибо вам огромное. Стас, я надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Есть у вас такая заветная формула, насколько я понимаю. Вот с Романом вы уже делились. Как вот человек должен поступать своими финансами? Есть у вас определенный механизм, да? Такой совет. Совет такой, что перед тем, как лететь в космос, нужно разобраться с земными делами. Иначе есть риск просто не долететь. Провианта не хватит и здоровья не хватит. И первое, это, конечно, нужно позаботиться о заначке. Ну, заначка, резервный фонд, что-то на черный день, подушка безопасности. Это все одно и то же. Минимум три ежемесячных расхода. Минимум. Расхода. Минимум, да. Ну, просто у многих расходы равны доходам, поэтому это то же самое. Так, понятно. И вот три штучки надо отложить. Но не в тумбочку-то, где их легко взять, а желательно на банковский вклад или на карту, но не простую карту, а доходную с процентом на остаток, чтобы эта заначка тоже не просто так где-то лежала, а на нее тоже какой-то процент начислялся. А почему нет? Это первое. Какой процент здесь советую? Ну, чтобы вот так приблизительно человек ориентировался, что считается нормой кэшбэк? Там сколько процентов должно быть? Ну, здесь, если мы говорим про вот заначку, то это депозит на уровне не ниже, чем, ну, хотя бы не ниже, чем официальная инфляция, 4, но я бы советовала 5 и выше. Если это доходная карта, процент на остаток от 5, от 6, то это все, что сейчас рынок дает, это реальные величины, поэтому на это можно вполне ориентироваться. Друзья, пока вы ищете нужную вам карту с кэшбэком, мы сделаем маленькую паузу, после которой вернемся к разговору. Дамы и господа, мы продолжаем финансово образовываться, просто растем на глазах. Наталья Смирнова нам помогает, персональный советник, генеральный директор компании МКварта, независимый финансовый консультант. Так, мы остановились на том, что сначала мы копим на заначку, подушку безопасности, 3 ваших месячных расхода. Ну, это от 3, да, то есть можно и больше, конечно. Минимум 3, то есть меньше нельзя, и начинать что-либо без этого категорически запрещено. Далее мы этот весь доход кладем на карту с кэшбэком от 4%. Ну, в общем-то, не обязательно кэшбэк, хотя бы, чтобы проценты на остаток начислялись, это доходная карта. Ну, короче, ориентируемся 4-5%. Хотя бы, да. Это вот минимум. В идеале следующее, ну, это прям совсем идеально, чтобы у нас были закрыты основные риски, то есть страховка машины, квартиры и жизни. Потому что если что-то с нами случится, мы не из заначки будем деньги брать на лечение, а это нужно, чтобы выплатила страховая компания. То есть это обязательно. То, что если мы начнем какие-то инновационные инвестиции и так далее, но эти риски у нас не закрыты, чуть что, откуда мы будем брать деньги для того, чтобы лечиться, из инвестиций, они могут в тот момент немного просесть, это нам не нужно. То есть покупаем страховку на жизнь. Да. В первую очередь. Ну, во вторую, с заначкой первая, потом страховка. А потом уже можно начинать инвестиции. И если человек совсем, вот, что называется, простите, сиди, я сам открою, и вообще не понимая, с чего начать, но он живет в России, и я бы ему рекомендовала начинать с индивидуального инвестиционного счета ИИСа. Самый простой и самый интересный с точки зрения налоговых выгод инвестиционный счет, через который можно делать инвестиции во всякие разные инструменты на нашем рынке. И в инновационные, раз мы сегодня про науку и технологию тоже, как в российские компании, так и в зарубежные. У нас можно, например, даже в американские IT-инновационные компании инвестировать. Вот так вот. Это в Сбербанк прийти, например. Как вы открываете ИИС? Да, ИИС, как вы открываете? Можно открыть это в брокерских компаниях, можно в управляющих компаниях. Иными словами, хотите сами выбирать конкретно, какие акции, облигации, короче, какие финансовые инструменты покупать, это вы идете к брокерам. Финам, БКС, открытие, например. Они хотите сами, хотите, чтобы за вас это решили. Тогда идете в управляющие компании. Сбербанк, Альфа, ну и так далее. Там в чем смысл, ну тоже вот таким простым языком, то есть там, по-моему, 13% вот это возвращается. Вот вложили, ну, образом там 100 тысяч рублей, вот вам каждый год будет 13% возвращаться, да? Там два вида этих счетов. Первый вид, совершенно верно, это тип А, ну или первый счет, первый вид. Мы можем туда инвестировать до миллиона в год, можно меньше, но не больше миллиона, то есть меньше сколько угодно, но больше нельзя, чем миллион. И каждый год мы имеем право на налоговый вычет 400 тысяч максимум. Так. То есть мы, например, положили 100 тысяч, вложили во что-то, через год мы можем получить 13% от того, что вложили. 13 от 100 тысяч, 13 тысяч. Это мы получим гарантированно, вот как там? Если у нас есть официальный доход, с которого платят 13%, то мы получим гарантированно 13% от вложенной на этот счет суммы назад и плюс доход от инвестиций непосредственно. То есть, условно, открыли мы этот счет, вложили туда сотню. Так. И вложили эту сотню в какие-то очень консервативные инструменты, там, облигации под 7%. Да. Через год мы заработали 7 на облигациях и обратно от 100 тысяч вложенных вернули 13. 13 плюс 7, 20 годовых. А год это минимум, да, получается, там? Для того, чтобы получать эти налоговые льготы, нужно этот счет открывать на 3 года. Вот. На 3 года. Ну, вы не обязаны себе 3 года туда по 100 или там по 400 или по миллиону закидывать. Ну, просто подождать придется именно 3. Да, чтобы иметь все эти налоговые льготы. А второй тип – это вы на выходе просто не платите налог с той прибыли, которую вы получите. Это хорошо для тех, кто хочет агрессивно инвестировать, и у него нет официальных доходов, например. А, понятно. То есть, там, нигде не устроен, ну. Очень часто есть такой классный тандем. Например, мужчина работает, жена не работает. И мужчина на себя открывает тип А и кладет какие-то деньги, и очень консервативно, и получает каждый год вычет. А на жену, которая не работает, открывается тип Б, и на ее закидываются более агрессивные инструменты. И то, и то делается 3 года, потому что на одного человека 2 ИСа не может быть. И получается, что жена экономит на налоги на будущую прибыль, а муж получает сейчас уже налоговый вычет. Пользуется двумя типами счетов. Очень удобно. И получается, ИИС можно открывать через любые банки. То есть, допустим, получить какую-то первичную консультацию. Вот не сейчас, как мы, да, там, голубь, человек хочет разобраться. Он идет, ну, не знаю, в Сбербанк, ВТБ, куда угодно. И говорит, мне нужен ИИС. Его там уже консультируют. Вот. Далее уже, как, если человек хочет более, как сказать, вдумчиво, то надо разбираться, в какие облигации, куда вкладывать деньги. Это уже акции облигаций. Это уже профессиональная история. Ну, это уже, да, это уже помимо ИИСа, если хочется большей суммы или если хочется на срок другой, не три года, а меньше, например, тогда уже просто обычные инвестиционные счета брокерские и уже там покупать то, что вам хочется, без каких-то ограничений. Если что-то случилось, человеку нужны деньги, он может ИИС закрыть и получить или там какие-то штрафы, что-то еще? Если человек захочет срочно получить деньги назад, он может закрыть ИИС и оттуда продать все, что там есть и вывезти. Но надо понимать, что тогда он лишится всех налоговых льгот. Ну, да, но в принципе такое возможно, чтобы понимать, как деньги возвращаются. Это не заморозка на три года, это просто надо держать, чтобы иметь максимальные налоговые льготы. Вот и все. Понятно. Вот как полезно. Дорогие друзья, это, конечно, очень интересно, но что касается заработков, потому что эти деньги где-то надо взять. И здесь тоже вам поможет финансовая грамотность, потому что можно вложить в интересные продукты, которые вот сейчас появляются, да, Наташ? И эти продукты... И будет тебе доход. Да, то есть вот это как раз компьютерные программы, это IT-индустрия. Ну, если хочется, что называется, приумножить, то, конечно, если человек готов на риск, то он может обратиться на фондовый рынок и вложить в какую-то перспективную компанию свои капиталы. Но, опять же, соблюдая диверсификацию. Не все яйца в одну корзину. То есть не на все мы покупаем одну компанию. Но, например, можно посмотреть на недавно сильно просевшую компанию Facebook. Можно посмотреть на интересную компанию Micron. И когда я говорю на Facebook посмотреть и так далее, это не значит, что надо телефон смотреть и открывать Facebook и смотреть там свой аккаунт. Нет. Это у нас на нашей российской бирже, у нас есть московская и питерская. Можно зайти от совсем небольших сумм, купить акции компании Facebook, акции компании Micron, акции компании Alibaba. И акции, короче говоря, всего IT-сектора Соединенных Штатов Америки. Почему не нашего? Потому что там эти гиганты давно существуют. И там, что называется, у них есть трек-рекорд, история. Но если вы понимаете, что ох, я не знаю, что мне выбрать, тогда у нас есть вариант, как можно вложиться в перспективные направления. И это у нас ETF. Что это такое? Об этом мы узнаем чуть позже, друзья. Не переключайтесь. Вот, правильно. Друзья, и снова Наталья Смирнова дает нам советы по финансовой грамотности. ETF, правильно? Что это такое? Есть люди, которые говорят, вы знаете, ну да, я знаю, что такое Facebook, ну да, может быть, я знаю, что такое Alibaba, я знаю, что такое Micron, или даже кто-то не знает, что это такое. Но я не готов, не хочу, нет времени разбираться, какие акции, в какой пропорции мне покупать. Или даже у меня недостаточно денег, чтобы купить и те, и те, и те, и те. А я хочу не в одно, вот что мне сделать, как это, удивите меня. Да, пожалуйста, есть ETF, это Exchange Traded Fund, фонд, который торгуется на бирже, биржевой фонд. Короче, готовый портфель из кучи-кучи-кучи-кучи акций крупнейших компаний определенного рода. И на нашем рынке есть ETF на американский IT-сектор. И там будет как раз вот это все, но только не только одна, две, три акции, а их будет очень-очень много. И вход в этот фонд всего пара тысяч рублей. То есть смотри, получается, кто-то пришел в цветочный магазин и купил себе цветок, а кто-то купил букет готовый, да? Да, но не из роз-роз-роз, а из всего. Из всего, да, конечно. Сказал, заверните мне все, каждого там по одной, из всего того, что у вас есть. Даже кактусы кладите для диверсификации, а вдруг она любит. Ну, то есть если он идет к девушке, которую видит первый раз, и думает, что бы подошло, возьму все. Подстраховаться. Это как конфеты. И вот так вот взял, и главное, что донес. И все. Ну, хоть что-то из этого точно понравится. Скорее всего, понравится все, и этого хватит надолго, и это будет диверсификация. Отличная история. Мы эту программу как Библию будем пересматривать. Что делать-то вообще? ETF можно пользоваться сколько угодно. То есть не надо продавать, они никакие ко времени не привязаны. Как это устроено? Нет, в принципе, это, если мы говорим особенно инвестиции в IT-сектор, это у нас долгосрок. Потому что если мы говорим про что-то такое перспективное, ну, на день, на два туда точно не вкладываются, если вы не захотите, конечно, там, спекульнуть. Недавно, на прошлой неделе, у нас была черная среда, когда обрушился американский фондовый рынок, и как раз время для того, чтобы зайти в IT-сектор, оно неплохое. Но если человек хочет совсем окопаться и совсем подстраховаться, то я бы рекомендовала ему сделать очень простую вещь. То есть он говорит, я хочу приобщиться к высокому, я хочу инвестировать во что-то перспективное, но и у меня либо сразу нет денег, либо я не хочу сразу инвестировать много, он может выделить сумму комфортную для него, ну, там, 2-3-5 тысяч рублей, и каждый месяц по чуть-чуть покупать этот ETF. Ну, то есть в этот самый ETF на IT-сектор Америки, ну, там, по 5 тысяч в месяц инвестировать, по 2. То есть вот этот букет он купил, да, и в него еще докупает. И докупает, да. То же самое. И если даже рынок будет очень сильно вот так вот колебаться, он будет вот так вот усредняться и покупать все равно по средней цене. И у него, даже если он там 5 лет будет этим заниматься, даже если будет посередине из этих 5 лет сколько-то лет кризиса а-ля 2008-й, ему будет хорошо, он в это время как раз по дешевке закупится там тюльпанами, розами или еще чем-нибудь. Ну, и будет зарабатывать. Конечно. Ну, а в среднем там доходность какая? Ну, вот. В среднем IT-сектор, он где-то раза в 2 перегоняет среднюю доходность обычного фондового рынка американского. То есть американский фондовый рынок в среднем растет 11-12 годовых. IT-сектор, ну, это где-то около 20-ти годовых. Я говорю сейчас о долларовой доходности. Наташ, какие еще секторы финансовые, такие же доходные, как IT, есть там что-то еще? Может быть, у нас на рынке сейчас вот такие модные самые, да, перспективные? Если мы говорим про модные IT, все, что связано с IT, биотех, так, биотех. Ну, медицинская вот эта инженерия, нанотех, вот это все туда, само собой. То есть вот это отдельное такое перспективное интересное направление. Но есть и отдельные страны, которые сейчас интересны и перспективны для инвестиций, просто потому, что там ситуация далека от стабильности. Они очень сильно просели все. и есть все шансы, что когда они восстановятся, вы получите неплохой доход. Гособлигации какие-то той страны или что это? Это могут быть акции крупных компаний той страны. Например, откуда я буквально вчера вернулась, Турция. Турция. Турция, Мексика, Индия, Индонезия, Китай. То есть купить себе кусочек страны. Да, кусочек страны всех крупнейших компаний, которые там есть. Это тоже через ETF можно сделать. Это тоже пакет получается. Да, потому что вряд ли среднестатистический наш слушатель знает крупнейшие китайские компании. Кроме там Алибабы, и то она уже не совсем китайская. Скажи, пожалуйста, Наташа, вот люди, которые по старинке там, когда что-то подзаработали, покупают там недвижимость какую-то, квартиры. Это по-прежнему доходно или ты бы не советовала? Ну, в среднем сейчас это приносит доход, потому что людям объективно надо где-то жить и сдавать квартиры можно. Другое дело, что доходность оставляет желать лучшего. Ну, не только квартиры, там даже помещения какие-то. Вот люди просто вкладывают в... Ну, если мы говорим про жилую, то это где-то 4-5 годовых в рублях, и не факт, что она вырастет в цене. Поэтому это получается доходность как вклад, но единственное, ну, здесь нет риска обанкротиться совсем. Если мы говорим про коммерческую недвижимость, здесь доходность может быть выше, но здесь есть риски, что есть, например, купленная какая-то площадь, она потом заселяется арендаторами, но если на рынке начинается кризис, они начинают уезжать и найти новых, получается не так просто. А если это какое-то специализированное помещение, ну, например, ресторан, продуктовый магазин, то есть риски, что вы там сдали одному продуктовому магазину, а тут рядом открылся там магнит-пятерочка. И предугадать это нельзя. Нереально. Поэтому это порог входа высокий, риски высокие, а ликвидность коммерческого сектора, она ниже, чем жилого. Поэтому здесь человек должен обладать очень крупным портфелем, чтобы на коммерческую площадь не все, а лишь часть вложить. Если вы такой человек, ну, я обращаюсь сейчас к нашим слушателям, можно. Да, и зрителям. Но если мы говорим, что вы там не готовы столько вложить еще и в разные объекты, то, наверное, я бы пока постерегла. Особенно у нас страничная ситуация не самая стабильная и гарантирую, что вы железно всегда будете сдавать неуверенно. Спасибо. Спасибо, очень интересно и полезно. Наталья Смирнова была в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Наташа, до новых встреч. Да, увидимся еще. Спасибо. Спасибо огромное. Было очень интересно. Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ.